Стройка века. Возведение инженерного чуда уже два года на виду у всех бобручан. Несмотря на капризы погоды, новый мост растет со скоростью 26 сантиметров в день. По первой части нового путепровода уже организовано двустороннее движение. Сейчас идет благоустройство пешеходной части и прилегающей территории. Наши работы заключаются по возведению искусственного сооружения через реку Березина. Он состоит из двух элементов – это железобетонного и металлического пролетного строения. Сооружение откроет городу и сопряженным точкам приятные опции – снятие напряжения автомобильных потоков, а также ускорение и увеличение количества грузовиков. Вместо двух полос старого моста получится по три в каждом направлении. Плюс широкая пешеходная часть – около пяти метров и велодорожки. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Могилевская, Рогачевская, Гомельская. Этот мост отвечает сразу за три направления. Его открытие стало событием для бобручан и всех проезжих. Параллельно со строительством транспортной артерии на подходе к ней расширятся прилегающие улицы – береговая и Рогачевская, примерно на 500 метров каждая. Закончить разборку старой конструкции специалисты планируют до 1 января 2024-го. На выходе будет две независимых переправы длиной 252 метра и панорамная площадка, с которой весь город будет как на ладони. Мост идентичен этому, да, он просто по длине, а по ширине он немножко будет уже. Уже, потому что на этом мосту здесь, если вы уже смогли по нему пройти, здесь реализована пешеходная дорожка и велосипедная дорожка. А на другой стороне моста будет только пешеходная дорожка. Масштабная реконструкция Титовского моста взамен старого путепровода, построенного 66 лет назад, началась в декабре 2021-го. За правый берег отвечает Могилевская ДСТ-3, за левый – Дорожно-строительное управление из Гомеля. Проектировщик – Белгий Продор. Никита Александров, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова